То есть так же, что, то есть это как мы сказали, что заработок должен быть дозволенным и должен человек связывать его со милостью Аллаха, а не с тем, какой он прекрасный торговец, какой же у него хороший товар и так далее и тому подобное. Продает и говорит, что это милость Аллаха, то есть если продастся, аль-хамдуллях, это милость от Аллаха, она не продастся, аль-хамдуллях, то есть никаких в этом проблем нет. Забывает, что причину и все те, что есть причины, которые он совершил, вспомнит только о том, в чьих руках эти причины. Это Всевышний Аллах, субханаху, вот так. «Фа инна хааза хува л-хараджу би айни фи кулли вахт, фа кейфа и да карана ан-ну сука л-фады». Потому что это, братья, проблема в любое время. Что говорить про, то есть этот великий обряд поклонения. То есть это было бы запрещено в любом другом месте, когда человек ему спрашивает сегодня, зовут всяких бизнесменов, хорошо передачи делают, как ты добился всего. Я в пять утра просыпался, я по утрам бегал, я это делал. И нигде нет, братья, того, что на самом деле я делал все то, что делают другие. Но Аллах, субханаху, по своей милости оказал мне вот такое благо и так далее. Братья, многие мусульмане, то есть вы удивляетесь, мы не про неверующих говорим. Многие мусульмане, которые хорошо, вот так же, спокойно сидели на полу и не видели в этом проблему, как только Аллах, субханаху, почтил их и немножко, то есть облегчил им вопросы торговли, Их нос уже, что, то есть где-то между первым и вторым небом, субханаху. То есть они себя и каждый раз, когда спрашивают, надо вот так, я сделал это, я прочитал такую, самый богатый человек там-то, я прочитал такие-то труды и так далее. Книги, которые переполнены ширком, субханаху, советы от маркетологов, которые переполнены запрещенными вещами и так далее и тому подобное. И он хвастается этим и везде говорит, я, 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 я сделал это, я додумался до этого, я открыл, я был первый, я был и так далее. Субханаху. И где же Всевышний Аллах, субханаху, вот и аля. Валлаху мусульта.